И лекция под названием «Воспитание у ребёнка верного восприятия самого себя». Ну или говоря научным языком, это формирование у подростка, у ребёнка здоровой самооценки. Или библейской самооценки. Итак, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Евангелие от Матфея, 7 глава, 12 стих. И в восприятии ребёнка самого себя, вот мы наблюдаем таких две крайности. Либо мы воспитываем ребёнка, который про себя может сказать, я из себя ничего не представляю, я человек маленький. Я червь земной, я полный ноль. Либо мы в ребёнка вкладываем такое понятие, я пуп земли, и вообще всё вокруг меня должно вращаться. То есть вот эти две крайности, и та, и другая являются крайностью. И здесь ещё важно именно формирование здоровой самооценки ребёнка. Вот это основная задача родителей – сформировать её здоровую, нормальную самооценку, чтобы он правильно себя воспринимал в обществе. И мы вот здесь выписали такие, знаете, 10 моментов, мы их специально очень подробно раскрыли, потому что, как мы видим, беда. Вообще беда с тем, вот как родители порой не понимают вообще ценность ребёнка, ценность его характера, и в результате получается, в общем-то, такая личность, будем так говорить, ни туда, ни сюда. Вот то, о чём мы вчера говорили, надо шестерить. И прежде чем мы будем говорить о правильных таких советах, как правильно сформировать самооценку, давайте дадим 5 вредных советов, которые сейчас во всём мире практикуются и даются эти советы. Но важно помнить, что это неправильные советы, это вредные советы. И, как правило, на уроках психологии, в школах, вот просто мы присутствовали на некоторых таких показательных уроках по воспитанию и по восприятию себя у школьников, так вот там эти советы пышным цветом вашим детям и нашим детям даются. Первый совет такой, будь сильным. Это вредный совет. Это совет вредный. Ты не можешь везде быть сильным, ты не можешь всё сделать сам. Но этот совет номер один, будь сильным, он конкретно вбивается нашим детям. Второй вредный совет. Ты не можешь быть слабаком. Второй совет. Будь совершенным. Причём во всём. Если ты где-то ошибся, значит ты ненормальный человек. Стремись только быть отличником. Причём отличником во всём. Понимаете, будь совершенным. Это второй совет. И это как раз эти советы играют совершенно обратную роль. Обратное воздействие имеют, обратное воздействие на самооценку. Третий совет. Торопись. Торопись жить. Успевай сразу в нескольких делах. Будь асом не только в одном деле, но старайся как можно больше делать в этой жизни. Потому что времени мало у тебя. Как можно быстрее всё это надо сделать. Лучше, если ты будешь учиться сразу в трёх-четырёх вузах одновременно. Потому что в наше время завтра это вообще технологизация такого общества. Старайся прямо сейчас как можно везде и больше. Причём при этом будь сильным, будь совершенным. Представляете? Всё это вместе даётся. Четвёртый вредный совет. Четвёртый вредный совет. Это старайся из-за всех сил. Никаких поблажек. Все силы бросай. Всё максимально. Не без остатку. Всё бросай. Представляете? Будь сильным, совершенным. Во многих областях, да ещё всего себя. Во многих области. Представляете вообще под каким прессингом? Вот сейчас живут дети наши. И последний, пятый совет, вредный совет, который дают сейчас психологи, подросткам, это ты должен нравиться всем. Нравься всем. То есть вот это вот. Ну, его по-разному, конечно, переформулируют. Будь коммуникабельным. Вот навыком коммуникабельности уча, зависимости от типа людей. Потому что иначе, ну, тот же самый Дейл Карнеги. И, в общем-то, вот это вот всё идёт сюда. Представляете, какой прессинг? Сильный, совершенный. Всем нравится. Во всех делах. Весь везде вкладывается. И что получается? Самооценка не просто не созидается. Потому что везде всё не успеешь сделать. Конечно. И совершенным ты быть не можешь. Итак, как же правильно формировать здоровую самооценку у ребёнка? Во-первых, обратите внимание на вашу критику. Вот это под первой цифрой написано. Посмотрите, ваша критика должна быть конструктивной. И мы говорили, что в том случае, если ребёнок пришёл и жалуется на что-то, посмотрите, что позитивное в этом моменте может быть, прежде чем его критиковать. И прежде чем делать замечание ребёнку, сначала задавайте себе последовательно следующие вопросы, которые мы здесь написали. Первый вопрос. Состояние ребёнка изменить то, за что я сейчас собираюсь его критиковать или ругать? Ну, например, ребёнок садится учить уроки с грязными руками. Он в состоянии мыть руки перед тем, как садиться делать уроки? В состоянии. Ну, тогда, может быть, действительно... Стоит уже. Стоит. Ну, мы дальше пойдём. Да? А если у него, например, двойка по математике, он в состоянии сейчас это изменить двойку? То есть, в состоянии сделать эту работу? Ну, если он отличник по математике, вообще всегда получал премии на Олимпиаде по математике и получил два, то он в состоянии её исправить. Почему он получил два? Давал списывать своё, не успел сделать или что? Ребёнок бросает фантики под сиденье вашей машины, любимой. Он в состоянии не бросать эти фантики? В состоянии не делать из вашей машины мусорную кучу? И вроде бы всё, можно поругать. Опять, стоп, рот на замок, тогда задавайте второй вопрос. Если на первый отвечаете «да», то не торопитесь критиковать. Второй вопрос. А не в сотый ли раз я собираюсь его ругать вот за то, что он сейчас сделал? Если это уже в сотый раз, вы ему сто раз говорили, или в 99, и в сотый раз вы будете говорить одно и то же. Слушайте, ну может быть, тем более… Хочет уже изменить тактику? Чего критиковать? Если не работает. 395-е, последнее китайское предупреждение, да? Ну, если это не работает. 36-е, потом 397-е и так далее. И так, если вы считаете, что уже… Если это не работает? Тогда опять, закройте рот, не ругайте и критикуйте. Задайте себе следующий вопрос. А подходящий ли я выбрал момент для выяснения отношений с ребёнком? То есть, например, вы идёте в школу, и у вас всего лишь 10 минут, или вот тоже самое фантики в машине, да? Сели, смотрите, фантики лежат. И у вас 10 минут до того, как вы его отправите в школу. Может быть, стоит эти 10 минут потратить на то, чтобы благословить ребёнка на этот день? Вместе с того, чтобы покритиковать. Вместе с того, чтобы покритиковать, сказать, всё, а теперь иди отсюда. Я с тобой не разговариваю больше. Вечером разберёмся. Вечером разберёмся. Своими фантиками. И если всё-таки вы считаете, что и момент подходящий, и поругать вроде бы можно, и ребёнок в состоянии изменить, нужно хорошенечко так критиковать, задайте последний вопрос. Не скрываются ли мои личные проблемы и амбиции за тем, что сделал ребёнок? В моём желании покритиковать собственного ребёнка. Вот тот случай с фантиками, это на самом деле реальный фантик. К нам пришёл отец, и говорит, не знаю, что делать, я уже и порол, я уже избивал его, и там, что только с ним не делал. Беседовал, разговаривал, ничего не работает. Бесполезного, отказывал ему вообще, он бы ездил. Несколько раз машину мыл у меня, отдраивал один. И в церкви приедет на машине, он на трамвае, ничего не помогает, сует фантики под сиденья, и всё. И не только фантики, говорит, вообще весь мусор у меня в машине. Когда мы стали разговаривать, выяснилось, что ребёнок просто-напросто вычислил соперника себе. И своей маме. И своей маме. Когда они собирались ехать летом, уже последний случай был, когда они собирались летом ехать на Чёрное море отдыхать на машине, папа две недели готовил свою любимую вот эту вот тачку, не вылазил из гаража, не вылазил из мастерской, потому что такой длительный пробег. Его любимая должна быть готова к этому. Когда они приехали на юг, неделю, пока все отдыхали там на пляжу, ездили по экскурсиям, он неделю машину восстанавливал после пробега. Три дня он пробыл с семьёй, а потом за три дня до поездки назад он готовил машину, менял масло и так далее, к обратной дороге. И когда приехали обратно, он ещё две недели находился в гараже и мастерских, чтобы восстановить свою любимую машину после такого длительного пробега туда и обратно. Или он просто вычислил соперника, им скил ему. Да, может быть, это было подсознательно. Но как только папа перестал своей машине уделять много времени, понимаете, фальсик исчезли. Может быть, вы скажете, слишком простой пример. Хорошо, возьмём посложнее. Была другая иллюстрация. Мама пришла к нам одна на беседу и говорит, вы знаете, вот я понимаю, что какая-то проблема во мне возникла вот с чем. У меня, говорит, два сына. И вот то, что я прощаю одному, то же самое действие я не могу просить другому. Вот одно и то же действие. Что ты сделал один, я совершенно спокойная, я могу даже замечания не сделать. Сделал другой, я же говорю, вся изойдусь. Я говорю, думаю, как бы его посильнее за это наказать. Стали разговаривать. И она сама, в общем-то, пришла к тому, что она сама поняла. Второй сын по характеру, копия она. И она в нём исправляла то, что не может исправить в себе. Тебе-то это сложнее исправить, потому что ты с этим уже живёшь. А в сыне это раздражает. То есть вот эти вот вещи, понимаете, они тут же сработают. И мы с ней вместе вот как раз вот над первым моментом работали. Перестаньте критиковать, вовремя рот закрывайте и думайте, каким образом по-другому это можно вот как-то исправить. Потому что в данном случае это не сработает. Потому что она действует не из любви к ребёнку, а из собственных амбиций. Второй пункт. Уделяйте внимание личному общению с каждым ребёнком. Я уже говорил о свиданиях, которые надо назначать детям. Это было бы очень хорошо. Сейчас иногда спрашивают, а если, например, 8 детей в семье? Как тогда? Так раз в две недели. Пока дети маленькие, можно по двое встречаться? Или раз в две недели? Ничего страшного. С каждым раз в две недели. Но время обязательно должно быть для каждого ребёнка. И вот однажды нам бабушка рассказывала, как она вот уделяла это внимание. У нас за Волгой жила такая женщина, уже под 80 ей. Она рассказывала, как её бабушка наставляла. Вот именно её одну. Она говорит, я сижу на печке, но... Сижу на печке, она рассказывает, да. И вот вижу, говорит, моя бабушка придёт к пряжу. Вот, знаете, вот. И вот, говорит, Вертино прыгает, прыгает. А бабушка так работает, напевает что-то себе под нос. Вот. А я, говорит, смотри, мне так интересно наблюдать, как у бабушки руки, как-то ниточка, значит, тянется. Так это легко и просто. Так это вообще интересно. И тут бабушка, значит, отложила в сторону работу, взяла там вёдра, пошла кормить свиней. А я прыг с печки. И к этому Вертино. И давай, значит, пряжу тянуть. И всё замотала, вот, в общем, весь клубок. Барбала слегка. Перепугалась, думаю, всё, сейчас бабушка придёт, меня отругает. Прыг на печку, сижу, говорит, затаилась. Бабушка возвращается, спокойно, опять напевая под нос. Опять начинает прясти. Распутала мою пряжу и дальше работает. Ну, проходит какое-то время, заходит соседка. Бабушка к ней вышла там, чтобы её проводить в сене. Я опять прыг с печки. Думаю, сейчас точно получится. Я же теперь посмотрела, как бабушка делает. Опять, говорит, всё запутала, опять всё перепутала. Ну, и опять, говорит, прыг на печку. Думаю, ну всё, сейчас бабушка точно меня отругает. Бабушка села и опять распутала и дальше работает. Только, говорит, я не выдержала. Я говорю, бабушка, а бабушка, а что ты меня не ругаешь? А она говорит, что ж тебя ругать-то, внученька? Ты же учишься. Понимаете, вот мудрая бабушка. Бабушка, которая чётко вот эти вот два совета соблюдает. Ребёнка не критикует. И в то же время она, понимаете, вот эта вот пряжа стала толчком к тому, что бабушка и внучка, когда потом вот это вот вам рассказывал наш соседка, которая уже самой была под 80, и она до сих пор помнила свою бабушку и благодарна ей. Понимаете, за пряжей они общались. Бабушка ей говорила о Боге, бабушка ей говорила о жизненных ценностях. Вот, пожалуйста. Итак, создайте дома доверительную обстановку. Ваш дом – это дом, которым детям должно быть уютно, должно быть легко, должно быть приятно находиться. Будьте честны перед собой и перед ребёнком. То есть пусть ваше общение не будет с детьми только лишь на уровне клише или фактов. Но позвольте своим детям высказывать своё мнение. И даже если это мнение с вашим не совпадает, ну что ж, это нормально. Принимайте мнение своих детей. Будьте готовы к тому, что вам дети скажут. Да, папочка. А сам так. Ну что же, бывает. А куда деваться? Когда, во-первых, мы сами, все в служении, в нашем доме постоянно толкутся толпы людей. И в конце концов у нас... И каждый день у нас, каждый вечер был занят, там, то группы, то нужно консультировать кого-то, помогать людям, то ещё что-то происходит. И вот однажды мы с работы приходим домой, готовиться к группе, а в центре комнаты, вот где проходит группа, из шифонеры наши дети всё выловили. И не только из шифонеры. Ну вообще всё, и посуду, и посуду, и так сложили такую кучу здоровья. Мы говорим, да вы что, с ума что ли сошли? Сейчас люди придут. То есть мы просто растеряемся, у нас даже слов не хватало от возмущения. Мы не знали, куда своё возмущение вообще... Вы ходили всё из сервантов, из шифонеров, и всё в одну пушь так положили. Они вот так вот встали... Они стоят и говорят, ну хоть так мы привлечём ваше внимание. У нас, родители, дефицит общения с вами. И потом они сказали так по праву. Вообще-то вы должны помнить, что это наш дом тоже. Не только вас. И мы вообще-то в вашей семье находимся тоже. Как-то о нас. Вспомните. И нам ваше время тоже надо. Мы их поблагодарили. Девочки, простите, понято. И ликвидировали. Но это уже было во время свидания. Папа с ночевыми. Да. То есть даже свидания. Да, ну нет. И не вон нечест. Да, то есть даже на свиданиях это вопрос как... Я думаю, у нас всё у них великолепный, красивый и здоровый. Этот план даже не обсуждался. Или, может быть, если даже не говорили, как-то пропускался мимо ушей. Понимаете? Мы же Богу служим. И потом, и они нам не раз говорили, что они вообще гордятся, что у них такие папа с мамой, им это так приятно. Но правда, говорит, они нам говорили, нам это, конечно, сложно, потому что, ну, мы же как по стеклянным колпакам оказались. Ну, если вы служители, вы представляете, что это такое? Вся ваша семья по стеклянным колпакам. Каждый шаг известен. Всем сразу. Понимаете? То есть где-то там у нас проявилась симпатию или Оле к какому-нибудь молодому человеку, все сразу об этом знают. То есть как бы естественно, в этом есть и минусы, но и плюсы. И вдруг они нам вот так вот перед нами встали. И все, и мы с тех пор, в общем-то, им пообещали, и мы потом выполняли, что у нас всего два вечера в неделю занято. Один вечер группа, один вечер консультации. Ну и воскресенье. Ну, воскресенье, само собой. Это день послушения, который мы полностью посвящаем. То есть среди недели всего два вечера мы занимаем вне семьи. Вот. И даже если нам говорят, нам срочно нужно поговорить с вами. В четверг мы говорим, ждите следующей там среды. У нас день консультации. Нет, у нас семья развалит, если мы сейчас с вами не побеседуем, ребята. До среды потерпите. Ну, в крайнем случае, можете подойти в воскресенье. В воскресенье. Давайте поговорим. То есть это нужно делать усилием воли. Иначе, вот именно, вот вы не остановитесь. Вас, как вчера мы говорили, стана будет толкать, толкать, толкать. У вас вообще не остановится времени. Ну, это дошло до того, что в три часа ночью звонят и говорят, Михаил, ты же в милиции работаешь. Приди, попугай меня, моего мужа. Он пьяный пришел домой. Я говорю, я не попугай, я спать хочу. Мы просто потом стали отключать телефон. Ну, ты же милиционер, ты же брат. Ты что, не можешь прийти, мужа напугать? Я говорю, вызывайте милицию. Ну, тогда его заберут. Я говорю, а в чего вы хотите? Чтобы он напугался. Чтобы он напугался, больше не пил. То есть было много разных касанных ситуаций. Просто мы потом, даже мы девочкам дали право, что, скажем, после восьми часов они брали телефон на трубку, говорили, мама с папой заняты, они к телефону не подойдут. Да. Ну, иногда после восьми, там, в зависимости. То есть они имели это право. А не заняты к телефону не подойдут. Звоните завтра. Это нормально. Понимаете? Ваш дом не должен быть проходным двором. Ваш дом не должен быть офисом вашего служения. И если вы позволяете дом на какое-то время стать таковым, пусть это будет определенное время. И причем, если вы приглашаете кого-то к себе в гости, с детьми тоже вообще-то надо советоваться. Потому что почему-то вот вы требуете, чтобы дети советовались с вами. Какое количество приведут, когда, чем они будут заниматься. А вот мы почему-то, понимаете, своих детей не ставим ни во что. Мы так решили, мы умнее. Мы сейчас находимся вот на втором пункте, что уделять внимание личному общению с каждым ребенком. Потому что если дом проходной двор, личного общения не будет. И у нас спрашивают, а вот можно ли нормальная практика, когда дети хотят ночевать у кого-то, у своих друзей дома. Постоянно. Или к себе домой постоянно кого-то тащат, чтобы у нас дома кто-то ночевал. И это вообще нормально. Я говорю, задать себе вопрос. Нравится ли вашему сыну дома ночевать? Почему он все время хочет ночевать где-то, а не дома? Да, с друзьями интересно, но это не должно быть практикой. Раз, два, не больше. У них есть твоя кровать, у них есть своя комната, свой дом. Дети должны спать дома. Вы знаете, вот это вот прям вот был наш постулат, который мы вообще передали нашим детям. Дети должны спать дома. Все. Без вопросов. Нет, 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 но исключения. Ну, исключения там, знаете, как бывает там. Ну, не так часто. Если едут в лагерь молодежный, понятно, что они из молодежи в лагерь домой не приедут. Но просто так, вот мы можем вам сказать мне даже такую вещь. Вот когда-то мы уезжали, наши девочки оставались вдвоем. И мы как-то не боялись, они где-то в 13-15 лет, они запросто, они даже от бабушкинской помощи отказывались. Они говорили, мы будем вдвоем. Они прекрасно справлялись. Мы уезжали. Вот, знаете, все со спокойным сердцем. Потому что мы знали, что да, есть… Ровно в 10 часов они говорят, так, ребята, все. У них, да, у них собирались там иногда. Собиралась группа, или там репетировали свою певческую группу, или просто группа по изучению и объявляли. Так, 10 часов, все, ребята, до свидания всем. И они говорили каждый раз, знаете, нас многие не понимали. Говорят, да вы что, давайте мы вас переночуем, нам родители разрешают. Какая разница? Какая разница? У вас три комнаты. Вы в своей. Родители нет, предки уехали. Мальчики в этой комнате. Что там, проблема-то? Ваш целый хак свободный. И, вы знаете как, никто не понимал наших… Нет, ну я буду говорить, никто. Многие не понимали. Говорят, вообще, тебе было какие-то странные. Да это же такая вообще возможность, нам всем потусоваться. Нет. Идите домой. Вы должны спать. Тум. Чего вы нам навязываете свои принципы? А я вам говорю, что вы нам навязываете свои. А мы живем по своим. Мы живем по своим принципам. Понимаете? Нет, с этим можно не соглашаться. Пожалуйста. То есть, как бы мы не говорим, что вот это так и никак иначе. Но то, что ваш дом должен быть домом, а не гостиницей, а не проходным двором. Это уже вы сами думаете, каким образом вы в своей семье это сделаете. Понимаете? Чтобы всем было хорошо именно в состоянии дома, а не в состоянии гостиного двора. Мы понимаем, почему все хотели у нас дома перечать. Потому что у нас дом такая обстановка создана. Всем интересно, со всеми играют. И семья – главный приоритет. Но не создавайте так, чтобы ваши дети убегали куда-то. Чтобы ночевать где угодно, лишь бы не дома. И так далее. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»